Великой Отечественной войны 50-миллиметровая противотанковая пушка пробивает броню этого танка только под орудийной башней. Получено сведения о появлении еще одного нового русского танка, вооруженного 75-миллиметровой пушкой и тремя пулеметами. Эти сухие строки о танках КВ-2 и Т-34. Слова генерала Гальдера не в полной мере передают тот шок, который испытали немецкие танкисты, встретившись в бою с новыми советскими танками. К концу 30-х годов основу автобронетанковых войск Советского Союза составляли легкие танки Т-26 и БТ. Т-26 предназначались для поддержки пехоты. БТ для развития тактического успеха в наступлении. Класс средних машин представляли танки Т-28. Их задачей было усиление стрелковых дивизий при прорыве сильно укрепленной обороны противника. На вооружении Красной Армии состояли и тяжелые Т-35. Эти пятибашенные танки в случае необходимости должны были качественно усилить общевойсковые соединения. Что касается легких танков, то во время войны в Испании, а затем и в Финляндии, выявились слабые места этих машин. Главной их проблемой было недостаточное бронирование. Средние танки Т-28 были защищены лучше, но и на них в конце концов пришлось установить дополнительные бронелисты. Но хуже всего обстояло дело с тяжелым танком Т-35. Участие в военных действиях он не принимал. Но и без того было понятно, что его броня не смогла бы выдержать попадание снаряда противотанкового орудия. Этот новый вид оружия в то время начал получать широкое распространение. Усиление броневой защиты на Т-35 не представлялось возможным, поскольку это неизбежно вело к увеличению массы танка. Ухудшились бы такие характеристики, как скорость и проходимость, которые у Т-35 и так не были выдающимися. Каким же образом решили эту проблему, создавая новый тяжелый танк? Чем пожертвовали ради усиления брони? В 1939 году на испытания вышли три новых тяжелых танка. Т-100, СМК и КВ. Т-100 и СМК были танками двухбашенными. Каждая башня была вооружена пушкой. КВ также имел две пушки, но устанавливались они в одной башне, единственной. По многим характеристикам танки были схожи, но была одна существенная разница. Однобашенный КВ весил 40 тонн, на 15 тонн меньше своих собратьев. То есть на танке КВ была возможность существенно увеличить броневую защиту. К тому же габариты двухбашенных танков снижали их маневренность, и машины становились удобной мишенью на поле боя. Как результат, от громоздких многобашенных конструкций решили отказаться. Выбор был сделан в пользу однобашенного танка КВ. Впрочем, в серию он пошел с одной пушкой, поскольку две стесняли действия экипажа. На вооружение танк приняли под обозначением КВ-1. Тяжелый танк КВ-1. Боевая масса 47 тонн. Экипаж 5 человек. Оружие. Пушка калибра 76,2 мм. И 4 пулемета калибра 7,62 мм. Мощность двигателя 600 л.с. Максимальная скорость 34 км в час. Танк КВ назвали в честь Народного комиссара обороны Климента Ворошилова. Конструктором танка был Жозеф Котин. Ведущим инженером Николай Духов. В свой первый бой машина вступила в декабре 1939-го. Во время войны с Финляндией. Броня танка была потрясающей. Максимальная толщина броневых листов составляла 75 мм. Колоссальная защита для тех лет. В ходе боевых действий выяснилось, что 76-мм пушка танка против железобетонных дотов была малоэффективной. Тогда, по требованию штаба Северо-Западного фронта, конструкторское бюро Котина разработало на базе КВ-1 новый вариант танка с увеличенной башней. Это позволило вместо пушки установить в ней гаубицу калибра 152 мм. Машина получила обозначение КВ-2. Итак, новые тяжелые танки КВ-1 и КВ-2 стали поступать на вооружение. Но требовалось обновить парк легких и средних танков. Проблема стояла та же. Создание нового танка с усиленной броневой защитой, без снижения других характеристик. Выбрать предстояло из двух проектов. Это были танки А-20 и А-32. Обе машины разработали под руководством Михаила Кошкина. Он возглавлял танковое конструкторское бюро Харьковского завода номер 183. 27 февраля 1939 года состоялось заседание Комитета обороны. Были представлены чертежи и макеты обоих спроектированных танков. Большинство военачальников высказалось в пользу А-20. А-20 был танком колесно-гусеничным. То есть мог передвигаться как на гусеницах, так и на колесах. Последнее обстоятельство было важным для быстрой переброски танков по дорогам на большие расстояния. Сохраняя при этом ресурс гусениц. Тем более, что в Красной Армии на тот момент подобные машины были. Это быстроходные танки БТ. В тот момент, когда чаша весов стала склоняться в пользу колесно-гусеничного варианта, слово взял Михаил Кошкин. Он предложил изготовить в металле и второй танк, чисто гусеничный, А-32. Последнее слово осталось за Сталиным. Он поддержал инициативу главного конструктора. В итоге было принято решение. Для сравнительных испытаний построить оба танка. Отличительной чертой этих танков стало наклонное расположение броневых листов корпуса и башни. Сделали это для улучшения противопульной и противоснарядной защиты. Когда снаряд пробивает броню танка, он проходит определенный путь. При попадании в наклонную броню, снаряду придется пройти большее расстояние. Таким образом, не увеличивая толщину броневых листов, а соответственно, не увеличивая массу танка, можно существенно повысить защищенность машины. Одним из первых это применил военный изобретатель Николай Цыганов. В 1937 году по его проекту был изготовлен экспериментальный танк с подобным расположением брони. При разработке А-20 и А-32 конструкторское бюро Кошкина пошло еще дальше. Были определены рациональные углы наклона. Дело в том, что чем больше угол, тем больше вероятность того, что пуля или снаряд срикошетируют. Так, при встрече остоконечного снаряда с броней под углом свыше 50 градусов, как правило, происходит рикошет. В то же самое время, наклон брони влияет на габариты танка. Придется либо уменьшить внутренний объем и без того не очень просторного танка, либо увеличить его внешние габариты, что также имеет свои ограничения. Например, слишком широкий танк будет сложно перевозить по железной дороге. В итоге компромисс между необходимой защищенностью и габаритами был найден. Конструкторы определили те места, где броню можно было наклонить под большими углами. В первую очередь, это наиболее уязвимая лобовая часть танка. Бортовые броневые листы также установили под углом, но этот угол был меньше. В этом отношении танки А-20 и А-32 были схожи. А чем они отличались? Сравнительные ходовые испытания показали, что машины практически равноценны. Разве что максимальная скорость А-20 была немного больше. Правда, двигался он при этом не на гусеницах, а на колесах. Но именно из-за колесно-гусеничного типа движителя машина не имела запаса по увеличению веса. В противном случае пришлось бы переделывать подвеску. У танка А-32 этого недостатка не было. В дальнейшем его можно было защитить более мощной броней без существенных конструктивных изменений, что и было проверено на втором опытном экзамене.